В региональном отделении Общероссийского народного фронта подвели итоги съезда, прошедшего в Йошкар-Оле. Напомню, форум был посвящен вопросам развития промышленности, сохранения водных ресурсов и качества услуг ЖКХ. Свой вопрос президенту из 4-50 делегатов удалось задать и представителю Ненецкого округа. Чем привлек внимание президента, активист из нашего региона узнала Любовь Пермякова. Активист Ненецкого регионального отделения привлек внимание главы государства плакатом с надписью «Шкурный вопрос». Его задал депутат Архангельского областного собрания Матвей Чупров. В нашем регионе, ну регион площадью порядка 170 тысяч квадратных километров, выпасается 160 тысяч голов оленей. Кочевой образ жизни ведут порядка 2,5 тысяч человек. Это люди, которые из поколения к поколению передают свой опыт и вместе со своими семьями кочуют по 100-километровым маршрутам. Продукция оленеводства – это мясо, шкуры и рога. С олениной, с мясом у нас все нормально. Наримарский мясокомбинат производит хорошую продукцию, которую знают, наверное, во всей России. А шкуры, к сожалению, у нас в основном утилизируются и частично экспортируются, отправляются в Финляндию по 6 евро за штуку. Ну где-то порядка 50 тысяч шкур в год производится и только 8 тысяч идут на экспорт. Остальное все пропадает. Вопрос по глубокой переработке продукции оленеводства, он рассматривался на многих совещаниях уже не один десяток лет, наверное, с 90-х годов. Но, к сожалению, дальше дело не идет. Только одни разговоры. И у нас такая просьба, чтобы вы дали какой-то тоучок развитию этого вопроса. Для решения этого вопроса Владимир Путин пообещал дать поручение Министерству промышленности, отметив, что подобные мероприятия позволяют услышать проблемы регионов. Формат таких межрегиональных площадок показывает, безусловно, свою востребованность и эффективность. Мы с вами собираемся не просто поговорить, причем на такие как бы общие, хотя и важные темы, а ищем решения, обсуждаем эти вопросы. И, если вы заметили, ну, наверное, не все получается, об этом еще скажем, но, тем не менее, на встречах подобного рода потом формируются позиции правительства и администрации президента. Выносятся изменения в федеральное законодательство, принимаются подзаконные акты. То есть, я хочу сказать, что инструменты подобного рода, прямой, по сути дела, демократии, они работают и работают весьма эффективно. Кроме пленарного заседания на форуме работали пять тематических площадок. Общество и власть, прямой диалог, образование и культура как основы национальной идентичности, честная и эффективная экономика, социальная справедливость и качество повседневной жизни. Как оказалось, в регионах, которые представляли активисты ОНФ, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют схожий характер. Недобросовестные подрядчики, несвоевременное начало сезонных работ в сфере ЖКХ, отсутствие прозрачности денежных поступлений от населения по оплате предоставляемых услуг. Собеседники высказались за то, чтобы усилить общественный контроль в данной сфере. Чтобы был разработан общий стандарт квитанции на коммунальные платежи, и мы все понимали, из чего эти платежи складываются. Потому что предварительно мы проводили мониторинг коммунальных платежей, и в одном и том же здании, в одном и том же доме, на одной и той же площадке проживают в одинаковой площади квартиры, но почему-то платежи разные. Были выслушаны мнения по реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, улучшения качества дорожной инфраструктуры.